всем привет что вы знаете про бурунди бурунди это одна из беднейших африканских стран вот все что я знаю про бурунди но речь не про бурунди на самом деле речь про группу одну из тех групп которая меняет понимание рок-музыки понимание того что такое рок-музыка со мной это случилось и не только со мной с со всеми моими товарищами примерно в 1981 году или восьмидесятом одновременно 22 было таких поворота поворотных пункта это пластинка дюран дюран первая все ее помнят про нее и отдельно поговорю и про то почему она изменила слушание музыки подход к музыке и собственно то что мы там пытались все играть и расширила горизонты не побоюсь этого слова а вот эта группа мы услышали примерно в то же самое время как и дюран дюран хотя начинала эта команда пораньше примерно на год вот это первая пластинка которую я услышал у adam and and или adam and как правильно произносить я не помню мы привыкли adam and and скажи так изысканней но вот эта изысканность она соответствует имиджу а дома энд а точнее стюарта годдарда стюарт годдард чем же это интересно чем же эта группа интересно и почему я забрал про бурунди я к этому подойду но вот это второй альбом на самом деле adam and ends это третий шикарный совершенно принц шармин а сначала мы услышали вот эту штуку я ее купил за 50 рублей как сейчас помню на толчке на черной ноге 50 рублей это это цена альбомов king crimson pink floyd вот zeppelin black sabbath в нулевом состоянии да вот это все 50 рублей 50 55 рублей при зарплате как вы знаете или не знаете 120 рублей средняя зарплата была то есть пол зарплаты инженера было отдано вот за этот альбом kings of the wild frontier группа образовалась значительно это 79 год до чуть раньше чем первый альбом дюран дюран вышел дюран дюран очень много драли кстати говоря с а дома в плане имиджа вот группа образовалась пораньше немножко и там много было смен состава тюрем все менялось наконец adam and вокалист автор песен всех собрал коллектив и познакомился с барышней который работал в магазине малькольма макларена известного вам до человека который собрал группу sex pistols свое время чуть там чуть раньше несколькими годами раньше макларен еще на горизонте не появился у групп но барышня я не помню дженнифер уязва или как-то еще не помню она занималась adam and the ends костюмами продвижением устраивала концерты в клубах 5 10 4 3 а потом появился сам макларен пришел в клуб послушал как играют господа вот эти господа понравились и он сказал я все сделаю как надо и это тот случай когда макларен все сделал как надо и adam and the ends долгие годы был макларену благодарен и с теплотой о нем отзывался в отличие от джона лайдена джонни роттона который ненавидит по всю пору макларена страшной ненавистью и говорил мне об этом мы как-то встречались но это совсем другая история когда мы будем говорить о секс писался я расскажу эту замечательную отчет об этой встрече он достоин того вот и макларен отдел группу костюмы пиратов вот этот самый имидж им придумал прекрасный на мой взгляд красоты неимоверной совершенно группа конечно стала выделяться из общей массы панк движения то что играли они в клубах где играли панк группы и 1 львом кстати говоря забегу чуть-чуть вперед у меня его нет но он такой ближе всего к с юг сэнда бенчес по структуре песен такой ломаный изломанный панк-рок но интересный очень именно за счет своей изломы изломанности за счет музыкального мышления неординарного он интересен ну макларен собрал эту группу послушал как они играют а потом взял всех музыкантов кроме адама анта и увел и организовал группу боу-воу-воу и адам остался один вот так ё-моё я все сделал я золотишко собрал приготовил а ты все себе захопал как в одном фильме сказано замечательно но он был не в обиде на макларена потому что макларен дал ему все-таки толчок мощно и именно макларен сказал ребята возьмите две ударных установки двух барабанщиков и знаете страну такую бурунди послушайте ее музыку вот эти ритмы бурунди барабанны и переложить и переран переаранжируйте песни вот на 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 такую ритмическую структуру на такую ритмическую основу положите их что сделал адам и это принесло неимоверный успех потому что музыка бьет по мозгам с такой силой невероятный вот эта пластинка kings of the wild frontier полно видеоклипов в ютюбе зачаточных но это 79 год видеоклип очень смешные очень такие ну вот как не знаю как моя дочка может снять наверное там взять камеру и с одноклассниками с одногруппниками в институте уже попрыгать потанцевать в красивых костюмах и у нее получится лучше я могу сказать и и у вас получится лучше если вы будете снимать такие видеоклипы видеоклипы как бы даже не видеоклипа такой дурака валяния под собственную фонограмму но музыка так бьет так ломит просто в мозг действительно вызывает отр и мы когда слушали впервые вот этот самый king создывает фронтир мы просто чуть с ума не сошли как так можно играть как как так можно мыслить чтобы написать такую музыку это невероятно что-то совершенно начните слушать я рекомендую начать с песни джоли роджер веселый роджер практически почти акапелла спета все но спета так красиво так яростно так необычно что в комментариях где-то я прочитал а почему эту песню не взяли фильм пираты карибского моря это огромный просчет и действительно эта песня джоли роджер вы послушаете это чистые пираты карибского моря только лучше эта песня заменяет весь фильм пираты карибского моря кино можно не смотреть можно послушать adam and dance джоли роджер и получите полное представление всех абсолютно приключениях пиратов в карибском море ну начинается пластинка с так и так с барабанов вот этих неимоверных бурунди с вокала не с непонятной вокальной линии с непонятной но мелодичные и и не вызывающие отторжение вот что главное есть музыка который вызывает отторжение сразу вокальными линиями я не буду называть группы которые этим балуются и считают что это очень круто но здесь изломано нетрадиционно в хорошем смысле этого слова но отторжение не вызывает а хочется дальше слушать как же это как же это так такая конструкция что же дальше будет и все это на фоне вот этих адских барабанов две барабанных установки которые чуть-чуть расходятся играя одно и то же это всегда в нем невозможно сыграть идеально это только на компьютере можно подставить доли они чуть-чуть дышит вот так расходятся и все это вот так вот дышит и такой навал барабанов ну и конечно гитарист марка перроне фактически это не сказать что это дуэт адама анта и марка перроне гитариста он пришел как раз после того как макларен утащил всю группу себе адам стал собирать музыкантов появился марк перроне и если бы не он я не знаю куда бы повернулась творчество этой группы душа гитара перроне здесь ну делает 50 процентов музыки наверное если говорить о звуке потому что придумал то все придумывает ант хотя все песни адам энт тире марку перроне значит марк тоже прилагну конечно прилагал руку к музыке он музыкант очень хороший он играл и до адама энта и после хотя с адамом энтом потом уже и в сольном творчестве марк перроне во всю работу но он играл в массе групп там с шина то конор там с кем угодно он очень хороший очень сильный гитарист сильный композитор и он создал такую интересную здесь штуку у него гитара играет серф звук звук такого серфа ковбойское такое звучание с таким вибратор и тут же все это закрывается так такими power аккордами не хэви металлическими потому что не было еще никакого хэви металлу такими приближенными black sabbath такие хард-роковые аккорды power таки и все это с серфом вот так вот замешано и на барабанной вот этой дикой такой основе такая странная музыка дакать долг вот эта вещь она с ну а с нее сразу все с ней сразу все становится понятно только вот ну после джоли роджер да я уже сказал and music for sex people sex music for and people очень классно ну и дальше все тут все все словами описать это трудно это надо просто послушать и одуреть ничего себе это вот это вот это новые романтики это вот это та самая поп-музыка конца семидесятых тире залезшие восьмидесятые это вот это так это же так круто а почему я считал что новые романтики это какие-то такие слабаки это вот это круть да я буду слушать дальше новых романтиков и правильно и переходим ко второй к третьей точнее пластинке принц шармин песня номер два пикассо визит л планета дэ лос самиос симеос ну это по-испански название а поется по-английски она вот если я буду отбирать сто лучших песен рока она войдет туда потому что она настолько красиво ну красота это это красота пиратов которые не сидят просто так красиво до новые романтики в кружевах вдыхая вкушали нектара амброзию куря сигареты с длинными мундштуками нифига новые романтики это вот эти парни которые с саблями с пистолетами наперевес да в кружевах да ничего но могут и на абордаж пойти и голову отрезать если что и вот это такая вот пиратская красота в песне пикассо визита л планета дэ лос симеос она такая яростная такая хорошая такая мелодичная не забывайте про барабаны бурунди да и гитару серф гитару с хард-дроковыми аккордами марка перроне что да ну несколько синглов здесь было в частности принц шармин заглавная песня и очень интересная штука stand and deliver гимнообразной маршеобразная гимнообразная повествование адама энта о своей и вашей и нашей судьбе тексты достаточно абстрактно здесь хотя и в общем там временами мысль проскакивает но главная музыка главная музыка потрясающе не похожая ни на кого ни на что но настолько талантливая настолько самодостаточная такая интересная антрэп хорошая вещь моухок тяжелую тяжелая тяжелая мрачных лондонских кварталах о том как там не просто жить ну и пятая последняя вещь на второй стороне завершающая под названием секс песня про секс очень длинная с психоделическим длинным финалом где адам повторяет секс 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 и все это в музыке все это в звуке все это какой-то такой не синтезаторная гитарно-басовый так так такой вот гитарно-басовом тумане с барабанами так уходит 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 и закрывает этот несчастный тяжелый и мрачный лондон а пираты уплывают дальше к новым победам адам энда эндс обязательная штука для прослушивания если вы хотите понять как развивалась рок-музыка вообще и что такое на самом деле восьмидесятые восьмидесятые это не то что вы думаете восьмидесятые это гораздо круче намного в разы пошел пить пока